Это открытая студия Федерал-През на международной промышленной выставке Иннофром Центральной Азии. В эти дни работаем в Искапистане, говорим об инновациях и новых точках развития промышленности. У нас в гостях председатель Совета директоров Курган Дормаш и Юрий Абдалов. Юрий Александрович, добрый день. Добрый день. Как сегодня, спустя год, как мы столкнулись с таким огромным объемом наложенных санкций на российские предприятия, вы справляетесь с проблемой импортозамещения? В первую очередь, безусловно, это был шок для всей, я считаю, российской промышленности, потому что кооперационные цепочки, которые складывались десятилетиями, были завязаны с европейскими и американскими партнерами, все порушилось. И предприятиям, в частности, Курган Дормаш, было вынуждено развернуться на больший градус в сторону востока. И, по сути, мы сразу же начали именно замещаться азиатскими компонентами, нежели пытаться найти лазейки, все-таки что-то с серыми схемами протащить из Европы, потому что мы понимаем, что это все краткосрочно, и все равно все эти каналы будут прикрыты. Что сейчас и показывают, на самом деле, все уже давно прикрыто. Поэтому по части выпускаемой продукции это было сделать достаточно легко, потому что аналоги, в принципе, были уже доступны на российском рынке, но в части таких компонентов, как двигатели, такие компоненты, как сложная гидравлика, это был достаточно такой сложный процесс. Это необходимо было, по сути, некоторые компоненты прям разработать. Прямо у вас не влиять? Нет, в Китае для того, чтобы поставлять в Россию. То есть под заказ фактически? Да, да, да. На сегодняшний день все вопросы решены, вся техника восстановлена в своем серийном производстве и поставляется. Я правильно понимаю, что в основном импорты заместились через Китай? В основном это Китай и Южная Корея. Качество поставляемых компонентов вас устраивает? Оно сопоставимо с европейскими? На самом деле, это было достаточно удивительно, но ряд очень сложных компонентов, которые мы, в принципе, считали, что они кроме как мировые европейские лидеры их только производят, а больше нигде невозможно их достать. Мы привезли просто сразу же с первого запуска они поехали, и на сегодняшний день, грубо говоря, особых каких-то рекламаций или отзывных компаний мы не наблюдаем. То есть все достаточно четко. То есть Китай очень серьезно потянулся на сегодня и способен, по сути, закрыть любую вообще российскую потребность. А с точки зрения стоимости компонентов? Ну, стоимость, как сказать, сегодня она, конечно, все еще остается дешевле, там, 15-20%, наверное, сохраняется разрыв. Китаю дешевле. Да, да, но Китай уже сориентировался. То есть если до этого цена где-то была в среднем раза в два дешевле, то на сегодня это уже незначительно. Особенно это в части, например, если мы говорим про станочное оборудование, да, непосредственно инструмент производства, там они как бы очень быстро подняли цены, и сегодня китайские станики стоят столько же, как европейские. Поменялась ли карта рынка взбыта? Ну, на самом деле, да, я понимаю вопрос. На самом деле, вот та ниша, в которой мы находимся, и, в принципе, российское машиностроение, у него, если смотреть на экспорт, то, наверное, процентов, я считаю, там 70-80, это все-таки было страны СНГ, да, и как бы восточная Европа. В принципе, особо там, я считаю, российские там КАМАЗы там или какие-нибудь комбайны и так не поставлялись на американский рынок в каких-то там значительных объемах, если вообще поставлялись. Поэтому, в принципе, все те же рынки, они сохранились. Единственное, что как бы усложнились вопросы, связанные с расчетом, с логистикой, потому что, например, там, в какую-нибудь Сербию как бы сейчас сложно поставить технику, потому что нужно везде эти коридоры согласовать и так далее. Украина, разумеется, выпала из карты поставок. А так, в принципе, все те же наши традиционные экспортные партнеры Казахстан, Армения, Грузия, Азербайджан, Узбекистан, где мы сегодня находимся, Киргизия, это все открыто и работает, и поставляется. Логистические цепочки изменились? Подорожала логистика? Безусловно, логистика подорожала. Логистика подорожала, и даже если все еще остаются какие-то компоненты европейские, которые не находятся в санкционном списке и поставляются в Россию, то логистика их тоже подорожала, потому что европейские и американские партнеры рекомендуют обходить, например, Белоруссию и Россию при планировании логистики и так далее. Поэтому подросло. Соответственно, это сказалось на стоимости самой спецтехники, правильно? Да, мы, грубо говоря, наблюдали в прошлом году, в момент вот этого шока, после объявления с Волги, там, 2-3 месяца, ну, где-то там, да, 20-процентный рост стоимости техники в целом. Сказывается ли вот этот рост стоимости спецтехники на росте спроса? Спрос просил или нет? Мы считаем, что политика вот нашего государства, на самом деле, по стимулированию спроса, несмотря на то, что у нас официально она как бы не объявлена, нигде не говорится, закупайте там в 10 раз больше комбайнов или там КАМАЗов, но косвенно это именно происходит, то есть выделяются бюджетные средства на поддержку тех или иных отраслей, запускаются государственные программы по, там, модернизации ЖКХ, в частности, вот тот рынок, где мы оперируем, и мы видим, что происходит рост рынка за счет двух вещей, за счет стимулирования, допустим, ну, это раз, и два, это за счет того, что европейские и импортные аналоги уходят с рынка, и, соответственно, их необходимо заместить. Усобождаются они же. Да, 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 и поэтому в целом мы видим рост, мы растем из года в год, и все достаточно позитивно. На какие типы спецтехники вы сегодня особо обращаете свое внимание, как производители, куда двигаетесь? В первую очередь мы обращаем на те ниши, которые были очень плотно взяты импортными поставщиками. Говоря про нашу отрасль коммунального машиностроения, все самоходные машины, все маленькие вот эти вот машинки, которые едут по улицам, их чистят, убирают, это все практически, там, наверное, процентов 70 было импорт. Соответственно, это наша ниша, мы также производим эту технику, являемся лидером среди российских производителей. Вот там мы существенно нарастили свои объемы, потому что импорт ушел, потребность осталась, и она растет, и мы развиваем и в части номенклатуры, и в производственных возможностях. То есть мы там, я считаю, кратно увеличили объем производства. А в какие-то родах можно сегодня встретить с вашей специдентом? Ну, слушайте, Курган-Дармаш, на самом деле, и группа сегодня, это уже там 2 производственных площадки больших, и сейчас идет строительство еще двух. Мы еще хотим удвоить объем производства. То есть настолько емкость рынка большая, что... Да, мы очень, на самом деле, динамично развиваемся, очень у нас и большая линейка, которую можно частично развернуть в индивидуальное производство, вот то, чем мы сейчас занимаемся. Поэтому мы строим новые площадки, поэтому мы делаем новые машины, новые проекты. В частности, например, вот сейчас у нас проходят испытания, уже прошла сертификация, последнее испытание перед передачей в Москву. Мы разработали для администрации города Москвы погрузчик на электроприводе. Это, по сути, ну, разумеется, это первый вообще в России и второй в мире погрузчик бортовым поворотом на электроприводе. Мы это сделали и, грубо говоря, на следующей неделе уже будем передавать на испытания. То есть, поэтому мы видим и то, что, несмотря на существующие ограничения, вроде как, как бы сжимающиеся экономику, то, о чем нам говорят, тем не менее, вектор развития и цели, которые ставились перед российской промышленностью, в части развития, вот инновационные темы и так далее, так далее, они сохраняются, они стимулируются, и поэтому мы в них активно принимаем участие. Но вот этот погрузчик второй в мире, первый в России, да, первый в семье. Он разработан силами каких инноваторов? Где вы берете эти инновации? Да, это на самом деле сейчас один из самых острых вопросов. То есть, перед российской промышленностью, вообще научным сообществом, стоит вопрос не станков так остро, как вопрос кадров. То есть, на сегодня профессия инженер – это просто самая дефицитная профессия, мы считаем. Поэтому что мы делаем? Мы взаимодействуем с вузами, мы взаимодействуем со студентами, с молодыми специалистами, со школьниками. А каким образом? Ну, то есть, в нашем регионе, если вы знаете, то есть, группа Курган-Дармашин находится в более большую группу Курган-Прибор, и мы совместными усилиями делаем следующее. У нас есть целый ряд инженерных классов школ, которые мы организовали, где дети могут освоить базовые профессии, познакомиться с каким-то оборудованием, зародить в себе интерес к инженерии. Дальше у нас есть, ну, то есть, в школе мы пытаемся привлечь максимальное количество школьников, для того, чтобы они пошли сдавать физику, по сути, и математику. Дальше у нас есть вузы. В вузах у нас также есть инженерные лаборатории. Буквально вот в пятницу перед отлетом я встречался с ректором, мы ездили по корпусам, смотрели, где мы можем развернуть прям профильные заводские инжиниринговые центры, то есть, где студент может прийти, увидеть там все, Курган-Дармаш, компьютеры, где приходят наши профессиональные уже инженера и учат сразу же на живом, делают какие-то чертежи для завода, приезжают на завод, например, смотрят, что из этого получается, для того, чтобы простимулировать интерес. Мы платим стипендии, мы ездим также по вузам, например, с администрацией регионов, по вузам ближайших регионов, где учатся наши студенты, курганцы, для того, чтобы рассказать о том, что в Кургане есть потребность, что мы их обеспечим всем, чем они необходимы. Возвращаете обратно. Да, возвращаемся, пытаемся вернуть обратно студентов, специалистов, создавая условия, на самом деле. И сегодня я вам скажу, что зарплата инженеров в Курганской области, в частности, ну, во-первых, она кратно выше, там, средняя по региону, это как бы даже не обсуждается, и она уже сегодня достигла абсолютно каких-то московских зарплат, то есть это достойные заработные зарплаты. Ну, вот этого вот аргумента, связанного с высоким уровнем оплаты труда, его достаточно для того, чтобы человеческий капитал оставался внутри региона? Или еще что-то нужно? Мы делаем все различные условия, то есть совместно с правительством, у нас есть целый ряд мер, когда мы, грубо говоря, студента, с последних курсов можем уже ввести, давая ему что? Давая ему стипендию, давая ему интересную работу, давая ему субсидии на приобретение, например, жилья, дотации на первоначальный взнос, все различные там местные плюшки, связанные с молодой семьей и так далее, и так далее, вплоть до того, что наши предприятия уже покупают жилье таким сотрудникам, предоставляют его бесплатное, срочное пользование, лишь бы для того, чтобы создавался этот продукт, понимаете? А еще мы строим инжиниринговый центр, но это уже внутри нашей группы, инжиниринговый центр, который конкретно заточен для, как в западных компаниях, да, где хочется работать, где хочется находиться, где хочется как бы не менять эту работу, где все различные плюшки и так далее, и так далее, для молодых специалистов. Это мы делаем для таких направлений, как инженеры-конструкторы. Что-то от бирюзовых компаний, видимо. Да, инженеры-конструкторы, инженеры-технологи и IT, потому что IT сегодня это тоже очень серьезно, потому что западные компании ушли, многие компоненты также уехали вместе с ними, но нам необходима ПО, нам необходима система по сопровождению производства и налаживание его эффективности. Ну, Юрий Александрович, ну это же игра в долгую фактически получается. То есть первые результаты уже можно потрогать? Первые результаты можно потрогать, ну результаты можно потрогать всегда, но то есть процесс, это бесконечно. Мы этим процессом занимаемся не год, мы этим процессом занимаемся уже очень долго. Уже можно увидеть какую-то динамику, правильно? Да, конечно, студенты приходят, студенты работают, студенты остаются. Специалисты, которые пришли, растут в своей карьерной лестнице. Им интересно, мы развиваем, ну, помимо этого, того, что мы создаем внутри, в чем мы еще заинтересованы? Тем, что мы работаем практически со всеми крупнейшими вузами или инженеринговым центром страны. То есть у нас проекты, в которых они же участвуют, например, это СМГТУ имени Баумана, то есть студент, который там учился игрой в КГУ, он идет там с людьми, работа с людьми, которые там, не знаю, электробус разрабатывают для Москвы или водоробус разрабатывают на сегодня. Или там идут, входят в проект там с Юргу. То есть мы со всеми этими вузами, мы работаем на МИИ и так далее. Поэтому это все очень интересно, и они ездят в командировки, встречаются с партнерами, ездят на обучение, у нас проходит обучение различной программы по направлениям, к которым мы их готовим, гидравлика, электрика и так далее. То есть мы пытаемся создать инфраструктуру для развития бесконечных сотрудников. То есть фактически вы взяли курс на то, чтобы собрать лучших инженеров страны и у себя, да? Да, да, да. И мы это уже делаем, и как бы уже в регионе, на самом деле, как бы есть такие проблемки, постоянно на нас, как сказать, жалуются руководству, что мы всех подтягиваем, да, и высасываем из других предприятий. Но на самом деле это как бы открытая конкурентная борьба для того, чтобы, ну, как бы есть этот сотрудник или этот студент, он, если ему не хочется работать на каком-то заводить, по-моему, и там другой регион, другую город, там, другую страну, не дай бог. Поэтому нужно создавать просто условия. В общем, цели большие. Да. Главное, чтобы цели были высокие, а остальное... Абсолютно. Будь проложатся сам. Преложатся, да. Спасибо большое. Да, спасибо. У нас в студии был председатель совета директоров Курган-Дурмаш Юрий Авдалов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.